Четыре ученика лицея 15 в прошлом году получили на едином государственном экзамене максимальный результат. 17 выпускников набрали от 91 до 99 баллов. Девять учащихся окончили школу с золотой медалью. Первый критерий рейтинга сети АТОМ-классов – внешняя оценка образовательных результатов, а именно ГИА, ЕГЭ, Олимпиад и конкурсов. Что касается Олимпиад, здесь наши ребята тоже показали очень высокий результат. В частности, из 29 участников регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по физике, химии, биологии и информатике, 16 ребят стали победителями и призерами. Более того, пятеро детей представляли Саров, наш лицей и Саров, соответственно, Нижегородскую область, на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по химии, физике, географии, астрономии и математике. Трое лицеистов были удостоены звания призеров Олимпиад. Также за прошедший год учащиеся получили 51 диплом заключительного этапа Олимпиады с перечня утвержденного Миноборнауки России. Вторая группа показателей, по которой оценивали атом-классы, результаты участия в дистанционных образовательных событиях. В прошлом учебном году наши дети, вернее, педагоги нашего лицея, организовали еще один конкурс «Экологический челлендж», в ходе которого детям предлагалось, изучив математический язык квантеров, на этом языке сформулировать какую-то экологическую привычку. Тоже интересный формат, и в итоге мы планируем, вернее, в этом календарном году запустить данный проект «Экологический челлендж перезагрузка». В 2019-2020 году для учеников 7-11 классов провели конкурс «Физический стендап». В нем ребята, примерив на себя роль креативных педагогов, пробовали преподнести разные научные факты ярко, интересно, увлекательно. Записывали это на видео и выкладывали ролики в соцсетях. Заключительная группа показателей рейтинга в соответствии образовательной среды технологическим стандартам. Дело в том, что согласно стандартным сети атомклассов, образовательное пространство, где он у нас должен функционировать, должно иметь площадь порядка 75 метров, не менее. Ну вот мы определили кабинет физики, у нас просторный он довольно-таки. Благодаря финансированию программы развития мы закупили новую мебель, современную новую мебель, наборы практикумов по физике, датчики для проведения различных исследований, которые могут использоваться как в урочной, так и в неурочной деятельности, ну и техника в кабинеты физики, химии, естественно. В сумме этих показателей лицея 15 возглавил рейтинг. Школы, вошедшие в первую десятку рейтинга, получат в этом году 300 тысяч рублей. Также распределены путевки в Орленок и Артек. Лицею выделили 6. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.